Матч 21 тура российской премьер-лиги между Енисеем и Рубином состоится в Красноярске. Комиссия РФС по сертификации футбольных арен приняла решение о присвоении центральному стадиону первой категории, которая позволяет проводить матчи в рамках РПЛ. Кроме того, специальная комиссия по инспектированию полей признала удовлетворительным состояние газона на домашнем стадионе Енисея. Напомним, первый матч в родном городе в этом году Красносини проведут 30 марта. Начало встречи 15 часов 30 минут. В эти дни в Красноярске проходит чемпионат России по фристайлу. Еще один комплект наград разыграли акробаты, на этот раз в смешанном виде программы. Данная дисциплина всегда полна сюрпризов. Отличное выступление одного спортсмена еще не гарантирует попадание на пьедестал почета. Главное – командный успех. Как и днем ранее своим выступлением завораживал бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Илья Буров. Уроженец Ярославля явно получал удовольствие от завершающего старта сезона, чисто исполнив все прыжки. Напарница Ильи по команде Любовь Никитина выступила не так ярко, но лидеры сборной, представлявшие вторую команду Ярославской области. Все равно далеко позади оставили своих конкурентов. Лично ты за себя только отвечаешь, а тут ты можешь команду подвести. И волнение, конечно, больше за команду. Только поддержка, ну, теплая слава. А что, каждый может ошибиться, ничто не застрахован. Второе место заняла еще одна команда Ярославской области в лице Софьи Алексеева и Данила Вагина. Замкнули тройку призеров «Москвичи» Татьяна Лосева и Василий Хлопотин. Впереди акробатов долгожданный отдых на чемпионате России по фристайлу в Красноярске осталось выступить только могулистом в парной программе. Ну а тем временем хоккейный Енисей продолжает работу по комплектованию команды на будущий сезон. Накануне клуб продлил контракты с еще двумя игроками. Новые соглашения с командой оформили защитник сборной Артем Ахмедзянов и вернувшийся из аренды вратарь Максим Янов. По имеющейся информации свое согласие остаться в Енисеи изъявил лидер команды «Алмаз Мергазов». Но контракт с ним еще не подписан. Сергей Аламанов, находящийся в отпуске, также еще не поставил свою подпись под новым соглашением. Добавим, Енисей планирует подписать и ряд игроков из других клубов. В этом списке под номером один значится швед Христофер Энлунд, ранее уже выступавший за красноярскую команду.